Я тебя приветствую, очень сердечно приветствую, рад тебя видеть. Взаимно, взаимно, Хасай, взаимно. Ну, давайте, с улыбкой. Я сначала представлю тебя, кто тебя еще пока не знает. Да, ну, давайте. Я знаю многие, 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 но кто-то, может быть, и не знает. Ну, давайте будем скромнее, широко известные в узких кругах. Слушай, ты у нас великий человек в том, что ты учишь людей выживать в самых сложных условиях. Я там смотрел, ты даже без спичек учишь костры зажигать. Я с мокрыми спичками, без спичек я не учу, это другое. Я такой семинар ты сейчас проводил. Вот сейчас я был под Москвой, я был в гостях в «Мире навыка», а там был специалист, у них инструктор, мой ученик и мой учитель в одном лице, Мусиенко Александр Валентинович. И он, значит, северную программу авторскую свою разработал, называется «Ледниковый период». Он так сфантазировал, что вот когда ледник наступал, он оттеснял людей на юг. Ну и люди все равно же должны были как-то обеспечивать себя, свои семьи, поддерживать друг друга. И вот они отступали вместе с ледником, вот как они жили. Но когда ледник пошел назад, то люди не остались там на юге. Они пошли за ледником туда же. Казалось бы, чего там искать в очень холодном климате. А вот оказывается, холодный-то климат он развивает у человека творчество. Когда экстремальные ситуации возникают, и вот он на этом вот месте разработал специальную программу для школьников. Они в лесу занимаются, обустраивают себя в лесу, охотятся, рыбу ловят. Вот такая веселая жизнь. Гена, вот по твоей теории, ты же северный человек, северный человек. Ну так считаюсь, так считаюсь. Ты где живешь? Ты где живешь? Екатеринбург, это центр Урала. Ага. И вот скажи, по твоей теории, почему именно холод помогает человеку быть творческим? А знаете, вот условно говоря, я люблю рассказывать такую вещь. Ну вот, на юге. Ну вот, собрались люди, значит, решили построить себе дома. Да. Значит, все привезли, а гвоздей нету. Ну и послали гонца, а гонца нету, 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 нету. Ну где-нибудь на юге, ну нет гонца. Ну и ладно, как говорится, как придет гонец на следующий год, так мы и построим. То есть нужда заставляет, да? Да. А вот здесь вот даже анекдот есть такой, ну там сложился. Вот как родилась знаменитая идея, что в России строят дома без единого гвоздя. Ну прямо это и легенда, и реальность это та самая. Как она родилась, условно говоря. Вот собрались мужики летом, пообещал. Мужик собрался летом, пообещал просим и жене, и детям дом построить. Тоже вот за гвоздями гонца отправили, а нету, нету. Все готово, а гонца нету. А жена его спрашивает. Так, мол, и так, ты мне обещал дом построить. Вот через неделю холода начнутся. А как мы с детьми-то под кустом будем? Да вот у меня все готово, вот гонец с гвоздями не идет, и я не знаю, что делать. Вот жена ему говорит, я вообще знать не знаю, что такое гвозди. Ты мне обещал дом построить, а не гвозди. Ну и пошел мужик, с соседями посоветовался, у них та же самая ситуация. Ну а перед женщиной и детьми будет стыдно. Собрались вместе и придумали технологию. И там построили без единого гвоздя. Ну ты посмотрели, ты посмотрели, как интересно. Да, а вот не было бы холода, они бы и сейчас сидели, ждали, когда гвозди поднесут. А вот интересно, в Индии, там же тепло в Индии. Ну да. А как же они за тысячи лет столько интересных философий придумали? А вот знаете, ну вот есть легенды. Легенда, она не нуждается ни в подтверждении, ни в опровержении. Но если легенда Белина живет, значит есть какой-то корешок. Так вот, ни много ни мало. Индийцы сами утверждают, что ведическую традицию, которую вот мы сейчас черпаем из Индии, индийцы говорят, что она пришла к ним с севера. То есть, вот есть такая теория, что как будто вот как раз то ли 4, то ли 6 тысяч лет тому назад, то ли 120 тысяч лет тому назад. Это разницы-то особой для нашего времени нет. Что пришли с севера люди и принесли вот это вот самое вот состояние, когда без творчества, как говорится, стыдно жить. Я понял. Помнишь, когда мы с тобой встречались у нас в центре на Таганке? Ага, да, да. Говорили о том, что я там пытался создавать национальную идею России, потому что Россия между Западом и Востоком, и она трансформирует всю ментальность культур Запада и Востока, и поэтому может их как-то по-новому, на новом уровне качества синергировать. А ты сказал, у тебя своя точка зрения, что не Россия, а север. А я тебе говорю, так север-то в России тоже, нет? Или север все-таки больше, чем Россия? А вот дело в том, что как раз вот этот вечный спор, а что такое Россия? Восток утверждает, люди с восточной, как говорится, ментальности говорят, что Россия это Восток. Причем Восток считает Россию Западом, потому что она постоянно, явно, ну, Восток чем-то недоволен Россией, Восток потому говорит, что Россия демонстрирует Запад антагонистом, а Запад наоборот говорит, что Россия демонстрирует восточные традиции, тоже антагонистом является. Евразийцы считают, что Россия между Востоком и Западом испытывает себя и то, и то. А вот у меня-то третья позиция, что Россия это север, третий тип цивилизации. Вот-вот, и знаете, вот знаменитое есть выражение Киплинга, которое еще при жизни его, а, да-да, сейчас, извините, вот, что Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им никогда не сойтись. Это вообще крылатое выражение, он же был глубочайшим философом, изучал как раз взаимодействие Востока и Запада. И эта фраза стала классикой при жизни его. Но вот у меня есть информация, которая говорит о том, что в конце своей жизни, когда он поднялся на новый уровень осознания, но люди же творчески на одном уровне не остаются, это же постоянно в течение всей жизни растут, то он вместо точки в этой фразе поставил запятую и продолжил ее. И звучит она уже так. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им никогда не сойтись, если рядом с ними не встанет Россия. Не между ними, а рядом. И когда они втроем сядут в круг, и вот тогда начнется совершенно новая жизнь, новое состояние. вот такое, да-да-да. Покажи свою новую книгу для всех. Сейчас, шесть секунд, она у меня за стеночкой. сядут. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Я вам очки уже надел специально. Ага, вот с той нашей встречи у меня уже две книги вышло. Одна, это третье переиздание «Самоспасение без снаряжения». Она была в зеленом мягком переплете, дважды переиздавалась. Сейчас в измененном состоянии, в совершенствованном уже в твердом переплете. Издательство «Вариант» при участии Шиманского Андрея Георгиевича. И вот здесь это как раз снаряжение. Да, да. Запад, Восток, Север, вот это на картинке, они сидят в общем кругу вокруг костра. А вот только что вышла вторая, следующая книга «Триэльный кодекс чести». Триэльный кодекс чести «Россия 21 век». Да, Россия 21 век. скажи, пожалуйста, что значит триэльный? А это вот есть дуэльный кодекс, хорошо известный еще с прошлого века, когда мужчины свою честь защищали через дуэль, то есть вплоть до того, что до пролития крови, если не могли договориться. Ну и в общем-то дуэль получила слишком много негативных отзывов, особенно как только слово дуэль звучит, так сразу вспоминают Пушкина Лермонтова великих, которые погибли на дуэлях. И вы что, да ну сейчас стрельба начнется, без честных людей начнут стрелять, а как говорится, они же подставят тех же людей честных, ну знаете, разговор такой. Так вот, мало кто знает, что даже по тому дуэльному кодексу Пушкин действовал, у него было 29 дуэлей, и кровавой была 29 единственная кровавая. А 28 дуэлей он выиграл мирно, с помощью своих друзей. И вот эта технология восстановления чести без пролития крови и представлена в моей книге. Триэльный кодекс чести. Вот мне очень интересно, потому что ты же знаешь, мы сейчас делаем совместно все в нашей школе будущего хомофутурс науку человечности. Да, да, да. Что ты говоришь о чести, очень интересно. Да. Очень интересно. Вот эта грань этого глобального вопроса науки и человечности. Мог бы ты сказать несколько таких определений, что значит честь? Вот. Значит, не случайно честь и совесть, ее всегда ставят рядом. Так вот, у человека верующего, когда он пытается совершить какой-то поступок, не совсем светлый, либо уже даже поступил, ну, совершил по своему неразумению, по своей слабости, у него просыпается совесть. Это голос Бога ему подсказывает, что надо что-то исправлять. Но это у человека высокодуховного. А вот, к сожалению, не все люди находятся на высшей степени духовного развития, а именно те, кто вначале только еще пути духовного, они еще слабы своим духом, и они нередко голос совести не слышат. И тогда на первый план выходит честь. А честь это особое состояние человека, которое можно определить как способность к творчеству. К творчеству. Да-да-да. Творчество. Вот вообще способность что-нибудь сотворить то, чего раньше не было. Если человек получает информацию откуда-то, ну, от учредителей, из интернета, из книг, то это он просто ее воспроизводит. А творец, он сам создает совершенно новую ситуацию, новую информацию, новую методику, которая раньше не была. Вот пример вот. Хочу понять, честь при чем тут? Так вот. По честью в быту понимают защитить свою честь, свое довольство. А творчество здесь какую роль играет? Так вот, почему люди за честь не жалели жизни? Казалось бы, жизнь это превыше всего, и потерял жизнь, значит, потерял все. А почему для воина честь была выше жизни? Затем интересный момент. Вот купцы-старообрядцы, которые в конце 19 века показали пример настоящего делового взаимодействия, когда слово русского купца было крепче подписей печати. Даже письменные договора считалось признаком дурного тона писать. Руки пожали друг другу, слово друг другу дали все. Так вот, они были тоже квалифицированными обманщиками, конкурентов могли обмануть, ну, так сказать, по правилу игры, но с партнером, с которым руку пожали, заключили договор, абсолютно честные отношения. И вот у них был интересный лозунг. Прибыль превыше всего, но честь выше прибыли. То есть честь и честность имеют какую-то родственность. Разумеется, разумеется, только это немножко разные вещи. Так вот, честность это полная соответствие своих слов и дел. Это честность. И вот насчет честности можем так сказать, даже представим, вот считая, что честно всегда говорить правду. Если человек абсолютно правду всегда говорит, то он честен. Но здесь маленькая тонкость есть. Вот у Достоевского есть крылатое выражение, что правда без доброты есть высшая форма лжи. А вот посмотри, как интересно Антуан Десент Экзюпери, который написал маленького принца, он говорил, кажется, так, что правда для человека является то, что делает его человек. Вот это то самое. И вот смотрите, пример есть такой жесткий и грубый. Вот назвать инвалидов в глаза при всех неполноценным человеком это будет правда, но неэтично, но неэтично. Вот это как раз если человек такую правду сказал, он перестает быть человеком. Вот как раз о чем вы говорите. Духовно и нравственно духовой нравственности. То есть человек это существо обладающее помимо инстинкта выживания и нравственности. Разумеется. И вот я сейчас продолжу. А вот второй пример. Когда мужчина любимую женщину называет самой красивой в мире. Это честно? Это правда? Это честно. честно. Вообще-то кто-то юридически может его оспорить, да? Но ведь это честно. Но это честно. В общем случае, чтобы она получила поддержку. Разумеется. И она в этот момент становится той самой красивой. Вот это как раз высшая степень доброты. Так вот а честь это вот я ее определяю как вот способность человека что-нибудь сотворить вот такое то, чего раньше не было. И как раз вот Бог Творец создал человека по образу и подобию своему. То есть Творец создал Творца потенциального. Я тоже так считаю. Да, да, так вот но ведь не все люди способны что-то сотворить авторское оригинальное то чего раньше не было. Так вот речь о том что как раз человек если он теряет честь он теряет способность к творчеству. У нас знаешь как мы в школе разбирали эти вот моменты нужные и вот у нас есть технология ключ она заключается в том ну ты знаешь я хочу сказать она заключается в том чтобы выйти из суеты из шторма мысли и смятения мысли и стресса и закона потому что это выживательная часть усиления там работают инстинкты самосохранения это от тела а душа душа она как бы бесконечна в том смысле что когда человек выходит из суеты и выходит на состояние духовного душевного такого покоя безмятежности безмятежности у него происходит ну по современному говоря по психологии дефолт работы мозга а мы говорим нейтральное состояние или свободное состояние сознания от страха комплексов стереотипов авторитетов ходит на свою суть природы природа у него как раз таки рода творца да 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 и вот как раз человек который перед этим совершил бесчестный поступок и в этом не покаялся он вот пытается ввести себя вот в это самое состояние а у него не получается а вот как раз покаяние когда он у священника там кается кается там у него тоже вот за счет того что он выговаривается признается в своих ошибках грехах у него тоже происходит эта разгрузка так вот как раз временно утраченная честь у него восстанавливается вот почему покаяние и извинение вот это святое дело для человека ошибившегося я тебе скажу дело и для меня самое важное развитие человека идет в направлении развития самосознания разумеется искренности самим собой то есть когда он уже отдает себе отчет в самых глубинных своих мотивах и деяниях и оценивает их с точки зрения человеческой конечно человеческая имеется ввиду общечеловеческих ценностей человек же не живет один он живет социуме и если инстинкты самосохранения это сохранить себя как эго эго общечеловеческие это духовные это как раз таки высший уровень когда у него инстинкт самосохранения в этот момент снижается а инстинкт созидания сотворения актуализируется и там общечеловеческие ценности то есть он думает тогда не только о себе и о близких о роде о родине о человечестве вот и здесь он тонкий момент если говорить с точки зрения выживания есть у нас постулаты что в экстремальной ситуации в смертельной опасности спасающий товарища гарантированно спасается сам да 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 думающий о согревании друга никогда не замерзает так вот это и есть честь да и вот как раз для того чтобы понять для людей которые только на старте духовного развития я поясню вот такой момент немножечко затяну ваше время вот считается что человек существо животное что ну у него есть телесные инстинкты ну животное живет на инстинктах и на программе которая в него заложена как говорится это один уровень да один уровень вот а все-таки считается что вот человек это высшее животное которое кроме тела обладает еще разумом разумом да но тонкий момент очень серьезный здесь мне надо сделать текст в критерии устойчивости сложно организованных систем я думаю вам она знакома но я вкратце для слушателей скажу вот я ради у меня радиотехническое образование базовое и мы изучали устойчивость систем ну в двух словах вот радиосистема она не может состоять из идеальных стопроцентно качественных элементов но она слишком дорогая будет и вот какой допустимый процент ну элементов невысшего качества в системе должно быть чтобы надеяться что она будет работать так вот высчитана до третьего знака после запятой это там математически ну в этих в электронных системах рассчитывается что есть такое понятие уровень 0707 в переводе на проценты то есть это вот 70 и 7 десятых процента элементов должно быть надежных а 29 и 3 десятых процента ну они могут быть ну как говорится не самых надежных и такая система если на нее воздействует какое-то внешнее неожиданное воздействие то она все равно продолжает устойчиво работать если количество ненадежных элементов выходит вот за эту величину то система может при неожиданном внешнем воздействии просто сломаться и вот как раз операторы следят за этим когда у них элементы выходят из строя то еще работает еще работает но когда уже подходит к этой грани да еще работает но при первом же перерыве надо устроить как говорится техосмотр как говорится ну понимаете заменить ненадежные элементы ну вот это так работают технические системы социальные системы и человек тоже человек сам система он еще и встроен в гигантскую социальную систему человек до третьего знака после запятой рассчитать очень трудно поэтому для социальных систем принимается усредненный такой с запасом три четверти и четверть то есть 25 и 75 процентов то есть вот речь это о том что 25 процентов должно может быть ненадежным но 75 процентов должно быть надежным и вот это исходя из этого если мы говорим что кроме тела у человека есть еще и разум и говорят что пополам ну значит 50 процентов это тело но несовершенное тело со своими грехами со своими болезнями оно может захватить человека всего это оно если оно больше 25 процентов то оно захватывает человека всего и и говорят что человек немощен он в грехе живет как говорится он подвержен всем болезням ну все вы как психофизиолог лучше меня это знаете так вот есть атеист живущий как говорится наполовину в теле наполовину в разуме он вечно сваливается вот в эти самые состояния так вот оказывается что гомо сапиенс это не высшая степень развития человека есть еще гомо креатус это уровень уровень души это когда человек может от отца небесного из пространства получить информацию перевести ее на человеческий язык и сообщить своим ближним что значит отец небесный ну то есть это от бога у бога есть своя информация и когда человек в экстремальной ситуации с молитвой обращается он понимает что разума у них у него не хватает информация у него уже исчерпана когда вот гвоздей нету и а без гвоздей не можем и а тут раз ну то есть он обращается будучи конечным конечным да 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 и тело разум он еще обращается к нечто бесконечному да 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 и он получает оттуда информацию к безвременному бесконечному да 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 потому что там есть то чего он сегодня еще не знает но сегодня ему необходимо без чего он дом не построит сам погибнет семья погибнет понимаете вот так вот но это еще не высшая степень развития человека есть еще гомо амос человек любящий и когда человек любит любит кого-то то для любимого человека он может создать нечто ранее вообще не существовавшее даже там в абсолюте не существовавшее и этим самым он как раз это вот уровень духа так вот в древнеславянской традиции есть такое понятие деяние в духе когда человек достигает высшей степени развития и он не просто черпает откуда-то оттуда информацию он ее сам создает когда он в краткие моменты уподавляется самому отцу небесному это краткие моменты знаете напряжение когда когда вот от его решения может зависеть жизнь ближних вот то самое понимаете когда человек не себя спасает а спасает ближнего своего он живет ты же Гена я на тебя смотрю я тебя знаю не один год ага но ты же таким являешься постоянно ой да это ну как говорится уж как говорится спасибо за комплимент но вот сорок девять авторских проектов мы за последние сорок лет с моими товарищами создали вот именно вот в этих обстоятельствах в наших экспедициях когда не выжить нельзя домой надо вернуться вот оно и получается подожди подожди ты хочешь сказать что ты если бы находился сейчас в условиях менее суровых перестал быть перестал быть Геннадием скажем так я не исключаю что именно так потому что я еще живу на Урале и не случайно живу на Урале у меня есть своя теория один из моих авторских проектов это особая геомагнитная обстановка которую на Урале существует которая эти творческие способности развивает да 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 это получается что мы все как говорится родились и только те которые родились на Урале только они могут достигнуть этого нет нет речь идет о том что у нас на Урале это слишком упаковано сконцентрировано дело в том что близко залегающие полезные ископаемые они у человека развивают адаптивные креативные способности и Европа которая давно уже выкопала свои полезные ископаемые у них геомагнитная обстановка спокойная вот вы не шутите над нами все смеются я не шучу Гена это очень серьезный разговор очень серьезный так вот над нами все смеются какое там у вас чувство родины у всех русских ведь где тепло там и родина а вот если где тепло и где спокойная геомагнитная обстановка там нет потребности придумывать что-то новое человек просто живет и когда наш человек уезжает туда а он привык жить вот в этой изменяющейся геомагнитной обстановке у нас вся территория России с очень изменяющей ну очень много полезных ископаемых у нас есть чисто на геофизическом уровне и вот это постоянное творческое чувство влюбленности в окружающий мир строение сделать что-то такое и когда у человека что-то получается он живет в этом наш человек он а недоволен он оказывается нашей жизнью российской уезжает на запад там вроде бы материальное благополучие а вот этого вот ну как же на западе благополучие вот например в Америке сколько раз цунами были так вот в других странах бывают вулканы вот дело-то в том что это не особо это все-таки достаточно редко а вот когда ежедневно ежеминутно в России случаются какие-то катаклизмы и человек придумывает выход из этих катаклизмов ежедневно ежеминутно он привыкает жить вот в таком творческом состоянии потому что это магнитная остановка его провоцирует на запад он уезжает чему тогда дураки дороги так потому что творческому человеку неинтересно строить дороги есть шутка такая что в России на любом уровне на любой кухне когда люди собираются вопросы ниже уровня спасения вселенной неприличны к рассмотрению это да это да вот это да вот вот и вот это вот я закончу мысль так вот фактически если животное это тело если человек атеист это тело и разум то полноценный человек это тело разум душа и дух и тело фактически для такого человека это всего лишь четвертушка понимаете и когда человек высокого уровня живет на верхних уровнях то наличие либо отсутствие телесных страстей никак на него не влияет и тело можно так сказать разум холодный разум это логика логика да 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 значит есть разум есть тело есть эмоции то есть сердце а вот а эмоции создают в целостности понятие душа так вот а как раз эмоции начальные эмоции это уже как раз вот этот третий уровень это то что я называю уровень души наличие вот способность эмоционировать способность расстраиваться огорчаться удивляться и вот и вот на этом огорчении удивлений рождаются гениальные стихи гениальная музыка рождается вот вот и а высший я подчеркиваю это гомо амус человек любящий когда он для любимого человека вообще сотворяет то чего раньше не было а вот посмотри как интересно Ген ага когда человек пользуется например методикой саморегуляции ключ ага когда он из стресса выходит ага из дешевого стресса ага резко выходит ага включаются эндорфины дофамины и прочее во внутренней аптеке организма ага и он испытывает эмоцию любви счастья он хочет обнять вселенную у него это пробуждается в этом моменте за счет контраста резкого перехода от стресса то есть это все в человеке есть это любовь к людям сопереживание чувство бессонности живого чувство сотрудничества чувство чтобы все вместе это делали вот это высшее счастье оно у него включается когда действительно он трансформирует свою энергию стресса вот в сетевом направлении как раз вот этот момент когда вначале у него идет негативный стресс ощущение полной безнадеги и в этот момент очень серьезный какат есть культура есть традиции которые рекомендуют из стресса выходить через характеристи через сипуку взял и решил проблему у нас ведь это не тягчайший грех это вот человека подводят вот к этому стрессу негативному но если он обладает честью он выходит на самый верхний уровень духа и к нему вдруг приходит мысль причем не самого себя одного спасти а всех окружающих сразу спасти и вот тогда-то у него вот этот вот самый вот то что у вас в программе ключ вот от низменных телесных страстей подняться наверх и там озарение и тогда телесные проблемы излечиваются сами собой вот вот я так воспринимаю вашу методику но так и есть потому что это же целебная методика да-да-да все стресс трансформирует позитив и у него происходит восстановление восстановление да-да-да честь и достоинство не потерять своего достоинства сохранить честь имеется ввиду быть человеком да вопреки самостоятельства ключевой момент очень серьезный к сожалению я вот прямо в этой книге в своей вот вы ее получите все-таки ну скажите когда мне я у меня готова она чтобы вам выслать ее недели я просто да-да-да все нормально нормально так вот ни много ни мало начну с темного есть один человек я не буду назвать фамилии он вообще имеет сеть своих клубов тысячи сторонников по России и он прямо разъезжает по городам собирает там огромные залы проводит свою учебу им все восторгаются ну как хорошо он настраивает людей на жизнь так вот на вопрос однажды а что такое честь он ответил буквально следующее честь это пережиток который современному человеку мешает исполнять свой долг ну как говорится я понимаю я понимаю так вот и это действительно если человек пытается бесчестным поступом заработать денег то для него честь это помеха согласны конечно то есть она не востребована сегодня да так вот так вот речь стоит о том почему все таки за честь надо стоять и почему вот знаете почему мы честь ставим во главу угла сейчас а чтобы сохранить людей и сохранить человечество совершать так вот значит для людей для людей высокодуховных ну само понятие чести оно очевидно а вот для тех кто живет на нижних уровнях когда мне говорит начинаешь говорить про честь да а он так отвечает если ты такой честный то покажи где твои деньги ну так а ведь так вот а именно эти люди бесчестные они устраивают все самое так вот иногда говорят что с ними сейчас с ними думать да да заодно показать заодно показать и свою книжку хочу тебе подарить и ты тоже напишешь мне там свой адрес я тебе пошлю конечно конечно договорились спасибо так вот я продолжу мысль и вот когда с ними начинаешь говорить о чести они просто ну откровенно смеются глумятся и именно они-то организуют войны да конечно это и потом торгуют оружием бесчестно а как говорится и когда про них забывают то людям-то умным приходится бросать дела и войну заканчивать так вот в данном случае как как с ними говорить на каком языке так вот речь вот идет о чем для того чтобы было понятно всем и высокодуховным и тем кто на старте духовного развития находится для которых честь не имеет значения вот четыре ипостаси если человек совершил тело разум душа и дух если человек совершил бесчестный поступок и на этом деле срубил деньжат ну что мы наблюдаем постоянно то чем он рискует во первых бог его перестает слышать то есть вот он молится молится а толку нету и удивляется что это я так сказать молюсь на храмы жертвую а никакой от бога отдачи нету а потому что бог его перестает слышать вернее слышать то слышит но просьбы то его извините не исполняет потому что он бесчестный поступок раньше совершил и не покаялся в нем далее уровень души вот он хочет что-то такое сотворить ну вот юноша увидел красивую девушку хочется стишок сочинить чтобы девушке понравится а стишок не сочиняется вот вчера вчера утром сочинялся вечером кого-то обманул а сегодня пытается сочинить не сочиняется и он не может понять почему а бывает что он стисняется стиснение это отдельно я говорю о том что он что хочет вчера получалось а сегодня не получается понимаете вот часто художники поэты вот просто бьются лбом в стенку вот не идет у них не идет это что-то значит думай какой бесчестный поступок совершил если вспомнишь сходи извинись перед тем кого обидел в храм сходи на исповедь и и все вернется вот понимаете вот это это уровень души уровень разума если человек обманывал в своих деловой в деловых своих отношениях потом он там подписывает договора а партнеры знают что он это самое слово дал слово взял для него это все равно понимаете и ему уже не верят и у него деловые отношения начинают страдать но вот теперь подходим к самому главному о чем молчали все кто говорил о чести и вот книги которые выпускались они об этом тоже молчали всего вообще за 150 лет всего 4 книги в России было выпущено по проблеме чести всего 4 вот моя четвертая извините за нескромность в 3 книгах об этом молчал и мне пришлось это сказать жестко именно для людей бесчестных которые кичатся отсутствием своей чести так вот человек потерявший честь теряет творческую потенцию на всех 4 уровнях про 3 верхних я уже сказал а на уровне тела тоже творческая оптенция уходит и человек теряет саму способность продолжить род да-да и вот когда до людей вот это вот доходит вот те самые хамы для которых понятия души и духа вообще отсутствует а на разуме они привыкли обманывать вот когда на этом языке им понятном им начинаешь говорить и они когда начинают вспоминать свои ощущения вот тут до них начинает доходить что значит потеря чести хорошо Гена тогда вот последний вопрос у меня да-да-да можем ли мы если ты не согласишься не соглашайся можем ли мы сказать что Бог о котором ты говоришь это вся природа в целом все все да да вот все что есть это все Бог и вот в исламе Бог един как говорится только пути к нему разные у них такая есть поговорочка что мусульмане показывают на свой халат примитивный и говорят в этом халате нет ничего кроме Аллаха то есть вообще все что есть вокруг это и есть тот самый Бог и вот у Гавриила Державина того самого который Пушкина в гроб сродя благословил вот есть Ода Бог это вообще фантастическое произведение вот его если внимательно читать то начинаешь настраиваться ну вот на это и вообще рассказать на уровне разума на втором уровне о божественном о верхнем ну в принципе невозможно можно только понять настроиться так вот как раз Ода Бог это идеальный вариант настройки на уровне разума чтобы подняться на уровень души и даже на уровень Бога на самый верхний это такой инструмент для настройки вот этого вся природа все что есть все отношения да все 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 то есть вот это жизнь вселенная вот это все что есть это есть Бог да да и мы тоже мы тоже тоже частичка Бога да и наши действия наши мысли все это есть Бог да только надо уточнить что вообще-то в структуре мироздания миров очень много наш человеческий мир который мы наблюдаем это один из 14 семеричных миров где живет человек и во всех этих 14 семеричных мирах человек единственное существо созданное Богом которое обладает свободой воли что это значит а это значит что человек может идти снизу вверх в своем развитии а может как ни печально идти сверху вниз то есть гиену огненную и Бог дал ему свободу воли выбор дал куда идти вот это очень серьезная ответственность очень серьезная ответственность человека перед Богом Бог отец и когда вот есть такое понятие страх Божий слышали наверное да некоторые говорят а что вы Бога боитесь примитивные вы это мы не Бога боимся мы вот истинно верующий человек боится Бога огорчить своим поступком вот поступок когда человек совершает какой-то есть он в соответствии с замыслом Бога а есть не в соответствии и вот когда человек и мы тоже по своей немощи совершаем поступок не соответствующий замыслу Бога в отношении нас Богу больно но он не вмешивается сам он ждет когда человек сам это осознает свой поступок но ты когда говоришь больно ты говоришь метафору да 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 но он ведь тоже как человек Бог тоже страдает Бог тоже огорчается возмущается вот мы во всем вот подобны Богу только у нас мощность разная понимаете по сравнению с Богом что подразумеваешь я хочу понять так вот это отец наш который нас породил у которого на нас есть определенные планы он нас создался вполне определенной целью если мы говорим что все и есть Бог да да и вот безвременность который не может быть каким-то вот где-то над нами или рядом где-то где-то все а при этом он что как он может страдать если мы его если мы его руки мы его глаза да да так вот в данном случае опять же выражаясь разумом ну вот это очень трудно и вообще-то любое разумное слово может быть подвергнуто жесткой критики потому что мы пытаемся через разум еще вот мы находимся на 2000 километров друг перед другом и пытаемся верхнего уровня понятия выразить так вот речь это о том что можно представить человека как систему самовоспроизводства Бога то есть Бог создал систему самовоспроизводства ты знаешь чем прекрасна наша беседа тем что мы можем совершенно открыто честно да со всеми вопросами и сомнениями да желая понять задаем друг другу вопрос разумеется и даже если мы в чем-то ошибаемся у нас в запасе есть то самое покаяние да мы можем совершенно спокойно сказать да вот я сказал это так исходя из того вчерашнего понимания сегодня я высказал мнение а мой собеседник высказал со-мнение то есть может быть несогласие со мною я пересмотрел свое мнение и мы оба поднялись выше себя вчерашних благодаря тому что и главное деяние да 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 и как мы думаем и говорим а еще и как мы поступки совершаем да и мы поэтому признаем что вчера наше понимание мира было несовершенным но благодаря нашей беседе мы смогли увидеть несовершенство взаимное и оба подняться на совершенно новый уровень и мы вот это замечательно вот это вот да мы вместе создаем науку человечности разумеется вот по разному немножко подходя вы специалист базовый в медицине я базовый специалист в устойчивости систем и вот и вот как говорится у нас это получается вот зачатки какого-то будущего будущего серьезного знания о существовании которого мы может быть еще и не подозреваем ну человек всегда находится в ограниченном состоянии понимания я тебе искренне сердечно благодарен и я тебе прошу ты свои там даты какие-то мне напиши чтобы я поставил там под роликом потому что у многих наверное появятся вопросы им же всем интерес нашим участникам школы человек будущего на самом деле человек будущего это человек человечный конечно ты для меня просто сегодня праздник сделал да ну что вы я просто погулять вышел вы меня позвали я пришел спасибо тебе спасибо до связи до связи во славу боже не откажешься мы потом с тобой через некоторое время еще раз поговорим конечно будут возникать вопросы с радостью на них буду отвечать если у ваших соратников у ваших друзей будут вопросы давайте я всегда открыт и конечно трудно вот опять же вот через интернет даже при идеальном взаимопонимании когда поедешь в экспедицию свою ты пригласили наших тоже всех кого-то кто-то там захочет а вот ну как говорится простите за дешевую рекламу я вот уже через неделю в пятницу в следующей неделе начиная у себя на Урале очередной семинар трехсуточный ну скажи скажи а вот мы на трое суток собираемся и значит с вечера пятницы по вечер понедельника живем в деревенской избе и создаем общину из из группы случайно собранных людей с разных концов России люди приезжают вот сейчас у меня даже не больше 12 не меньше 8 я собираю и мы там спорим между собою приезжают люди с совершенно разной ментальностью и мы коллег мы не создаем не коллектив коллектив обычно выбудывает ну так сказать с ним не согласны и кто не способен работать всех кого Бог послал представляете Адыгея приезжает Москва приезжает Тюмень приезжает Челябинск и наши здесь собираются понимаете все это и создается дружная община к концу и вот мы прямо дома живем спорим в лес ходим как говорится тренироваться в баньке паримся вот такая вот там видео сделайте мы в школе покажем всем а вот там у меня есть уже несколько видео ну вот частично тут видите интересный момент очень много информации идет вот именно в личной встрече и у меня есть такое мнение что три четверти основного знания наши предки на материальные носители не переносили только устная передача из глаза в глаза и в этом смысле интернет ну вот он наживается вот ну понятно три четверти там ну не передашь через через видеозапись понимаете видимо поэтому так долго до людей доходит то что было сказано еще тысячи лет назад разумеется разумеется потому что каждый находится на разной степени понимания и если человек находящийся на старте духовного развития ему сразу выдать что-то очень серьезное ну понимаете хотя человеческие ценности уже сказано тысячи лет назад а вот у каждой эти человеческие ценности понимает по-своему по-своему да по-своему наша задача наша задача сейчас создавать науку человечности чтобы было доступно для всех сегодня на языке современной науки и для верующих и для неверующих и для детей и для студентов и для академиков да 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 вот вот я пришлю программку этого семинара вам вот и вы посмотрите может быть даже знаете есть люди которые очень быстро собираются самолет до нас летит два часа это знаете это ни о чем сейчас вообще люди же летают если бы не коронавирус так можно же летать в любой конец земного шара мы же вот всего год назад летали без проблем вот да это тоже пройдет это все будем общаться спокойно ну ты жила у меня из Адыгее приезжает я сам недавно вернее тоже недавно в прошлом году был в Улан-Удэ а туда самолет летит 4 часа но я прилетел там провел семинар все ну как говорится живем работаем вот обнимаю тебя во славу Божию спасибо Хасай что позвал мне было очень рад 4 хештеги твои поставим чтобы к тебе могли обращаться да конечно конечно до встречи в следующий раз в Москве будешь заедешь ко мне обязательно обязательно обнимаю обнимаю спасибо удачи вам удачи вам удачи вам